Вы можете себе представить, мы начали говорить про Сандал 33, один из моих самых любимых ароматов, и вышло солнце. Я всё это время писала без солнца, и вот, пожалуйста, солнышко, обожаю, обожаю, потому что вы меня знаете. Мне достаточно один раз чем-то брызнуться, и потом мне будет казаться, что я этим вообще всю жизнь звучала. Ну что, пишем? Всем привет, вы на канале Поля Полянская, меня зовут Полина, я журналист и профимерный обозреватель, и сегодня мы с вами будем обсуждать ароматы этого лета. Перед началом данного ролика предлагаю тебе подписаться на мой YouTube-канал Поля Полянская и заглянуть ко мне в телеграм-канал Алмаз Поля, потому что там, правда, очень интересно. Каждый день мы что-то обсуждаем. Что я хочу сказать? Это лето было крайне странным. Вот сразу ставьте лайк, если вы тоже так думаете, потому что, например, в Москве либо была просто адская жара и не хотелось абсолютно ничего делать, а при этом приходилось всё-таки функционировать, ходить на работу, писать ролики, заниматься вообще какими-то другими делами. Либо были дожди. Причём такие дожди, холод, серость. Вот сегодня у нас опять серый день, и опять какая-то погода не очень. И, казалось бы, какие ароматы могут быть востребованы в этот период. Конечно, более сладкие, более какие-то гурманские, более, возможно, романсичные. Да, у нас тут Tom Fortless Cherry, сразу скажу. Не знаю, у меня очень странная подборка в этот раз. Вообще, лето для меня всегда это очень сложный парфюмерный этап, очень сложный парфюмерный сезон, потому что мне нравятся обычно сладкие, тягучие ароматы. И как раз-таки их, они красиво раскрываются осенью, они круто звучат зимой, и летом они обычно просто не пришей, кобыли хвост. Но, так как у нас была суперстранная погода, всё равно такие ароматы случились. Также в моей жизни случился отпуск. Я очень рада, очень благодарна. Я была в Питере, я была в Комарово, я была в Выборге, я была в Репино. В общем, это такая вот была тусовка у Финского залива. И я всё ещё предлагаю вам посмотреть мои влоги. Понимаю, что они вам, видимо, не так интересны, как какие-то парфюмерные забеги, да, но всё равно посмотрите, потому что там тоже есть парфюмерные мотивы. Тоже там есть и про парфюмчик, и про косметику, и что я брала с собой. И про золотое яблоко в Питере, короче, там тоже интересно. Хочу вам напомнить про мой промокод «10поле». Он даёт вам скидку в интернет-магазине парфюмерии и косметики «Рандеву» 10%. При этом он суммируется с абсолютно любой скидкой на сайте и действует при покупке от 2,5 тысяч рублей. На сайте сейчас большая летняя распродажа, скидки до 50%. Также скидки на миниатюры, какие-то приятные акции для аромобоксов. Короче, всё просто суперклассно. Я там заказывала, заказываю. В следующем ролике покажу, что же я взяла на бонусы, которые мне начислили за участие во восьмом чувстве. Об этом мы поговорим чуть позже. Там ещё будет промокод для вас. Поэтому, что называется, stay tuned, не переключайтесь. Теперь давайте про ароматы. В инфобоксе я оставлю ссылки на все ароматы. Не забудьте про мой промокод «10 поля». Мне он не приносит абсолютно ничего, кроме огромной радости, что я помогаю вам сэкономить. Давайте начнём скорее нашу подборку. Я вам уже сказала, что подборка будет странной. Поэтому пристегнитесь. Первый аромат – это хорошая девочка от Killion. Здесь, в принципе, без комментариев. Я так нормально уже отпила. Не знаю, как было вам показать. Здесь вам видно что-то. В общем, вот столько я отпила. Учитывая то, сколько у меня ароматов, это прилично. Аромат классный. Вот сейчас я его слушаю. Я от него всё-таки подустала. Аромат классный. Аромат шлейфовый. Аромат, который я на себе не слышу. При этом его слышат достаточно отчётливо, ярко другие. И вот мне моя маникюрщица сказала, что я ушла. А у неё потом вся комната звучала вот этим ароматом. При том, что я сделала всего там, может быть, ну, два пшика. Знаете, когда идёшь на маникюр, чтобы никого не душить, берёшь, пшикаешь. На работе мне тоже говорили, что от меня классно пахнет. Мои близкие, друзья тоже мне все говорили, что вау, ты круто пахнешь. Вот так пахнешь ты. То есть этот аромат уже закрепился. Да, вот. Теперь все думают, что это мой такой аромат. Я от него честно подустала. Он у меня сейчас стоит, отдыхает. Я им сейчас не пользуюсь. Потому что вот, правда, слушаю. И, видимо, случился всё-таки какой-то парфюмерный переборчик. Но я говорила и в прошлых каких-то видео, что всё равно это моя любовь. Это персики, вот этот османтус. Здесь есть такая интересная нота, на которую некоторые жалуются. Нота мокрого табака. Но для меня это вот, знаете, такая вот какая-то... Есть здесь вот этот вот табачок. Какая-то вот, знаете, трава, вот селень. Может быть, какое-то лекарственное чуть-чуть, как ромашка. Но меня это абсолютно не смущает. Я с удовольствием этим пользуюсь. Пользовалась, буду пользоваться. И всё равно, конечно, нестандартная для меня пирамида. Потому что здесь белые цветы. И вот османтус я тоже не очень люблю. Но всё вместе получилось круто, получилось классно. Первый аромат хорошая девочка Киллиан. Сейчас он у меня пока отдыхает. Но это вот мой такой, наверное, главный аромат этого лета. А следующий аромат это тоже Киллиан. Какая неожиданность вообще быть не может. Киллиан Лав. И тоже я смотрю, я так нормально отпила. При том, что я ещё принесла вам, естественно, показать атомайзеры. Вот, пожалуйста. И в атомайзерах я тоже, тоже, да, достаточно тоже отпила. Вот, атомайзеры Киллиан. Что я хочу сказать. Я не очень ими довольна, потому что они все поцарапались. При том, что я максимально аккуратно ими пользовалась. И с ключами там они у меня никогда не лежали. Здесь вообще, да, уже ничего не осталось. Но вот они такие, видимо, не очень трава-френдли. Хотя, по идее, атомайзеры это же для путешествий, да, для того, чтобы брать с собой. Киллиан Лав. Что у нас здесь? Вот он мой аромат Петербурга. Вот серьёзный. Я пользовалась, у нас, наверное, было дней, мне кажется, 12 в Питере. Ну, вот в Питере и у Финского залива. И вообще вот всё путешествие. Мне кажется, наверное, было, может быть, не 12, не полных две недели. Но при этом больше, чем 10. 11-12. Вот что-то такое. Может быть, 11 ночей. В общем, сотни в этом. И, может быть, дня три от силы я пользовалась именно Киллиан Лав. Во все остальные дни я пользовалась Киллиан Принцесс. Но всё равно сейчас, когда я это слушаю, я представляю Питер. И когда я думаю о Питере, я представляю вот этот аромат. То есть случился какой-то такой мэч. И вот теперь, как модно говорить, да, вот якорить какие-то воспоминания. Вот, пожалуйста, аромат Петербурга, аромат поездки. Для меня это, честно, сначала пахло биопороксом. То есть такой вот был очень лекарственный старт. Но потом мне сказали, что я пахну жвачкой Тутифрути. Всё, и всё сложилось. И теперь для меня это аромат жвачки Тутифрути. Вот насколько важно иногда либо слышать, либо не слышать, как аромат звучит для других. Потому что, знаете, я про какой-то аромат слышала, что пахнет либо клубничным джемом, либо шинами. Вот что ты выберешь у себя в голове, так тебе и будет это пахнуть. Вот для меня это теперь пахнет жвачкой. Хотя изначально я вообще не слышала здесь вот эту ноту. Здесь у нас зелёный чай. Чай, асмантус, нет, наверное, асмантуса здесь нет. Зелёный чай, карамель. Какая-то очень такая богатая пирамида, вроде бы сахар или вот что-то такое. Но для меня, повторюсь, это теперь жвачка Тутифрути. Белые цветы здесь есть. В общем, классный аромат, очень популярный. Говорят, так одно время пахло Риана. Мне очень нравится его жидкость. У меня, кстати, спрашивали, изначально ли у меня была жидкость такого цвета или нет. Да, я покупала набор, который вот с этим атомайзером. И у меня там сразу была тёмная жидкость. Но, насколько мне известно, некоторые флаконы сейчас идут со светлой жидкостью. Так что я вообще, я фанат бренда Киля. Что тут ещё можно сказать? Обожаю я эти флакончики. Мне очень нравится. Такая, знаете, какая-то в них есть мягкая притягательная нотка. Такое вот что-то очень-очень лёгкое. При этом вот хочется обнять человека, который так пахнет. Так что Киллиан Лав – это второй аромат. И это, правда, те ароматы, которыми я пользовалась чаще всего. Дальше. Дальше давайте поговорим про… Нет, вот этот аромат мы оставим напоследок, потому что им я вот поливалась сейчас весь август. И это абсолютно внесапно случилось. Давайте поговорим про флорайку. Это аромат Between the Trees. Он у меня появился в начале лета. И вот про него я вам сказала, что, о, боже мой, никогда я ничего подобного не слышала. Это вообще крышеснос. И всё такое. Вот сейчас я его слушаю. И я понимаю, почему он мне понравился. Я помню, почему я его купила. Но вот честно, сейчас как-то мне он нравится. Я думаю, всё ещё, что он классный. Но он такой очень плотный, чайно-пряный. Вот. То есть такой не совсем то, что я люблю, по крайней мере, сейчас. И вот, судя по этому аромату, вы можете понять, насколько странной была погода в начале лета. Потому что, конечно, это абсолютно не летний аромат. Я думаю, что его время всё-таки это осень-зима. Тоже брала с собой в Питер. В Питере я им пользоваться не смогла. В нашем климате, да, в Москве мне всё понравилось. В Питере почему-то он меня страшно душил. При том, что там были прохладные дни. Были дни, когда откровенно холодно. Но, может быть, потому что влажность. Да, может быть, опять же, потому что другой климат. Вот откровенно он меня душил. Да, Between the Trees. И здесь ещё холку, посвящённая аромату. У меня в следующем видео я вам покажу, как теперь стоят ароматы. И всё равно вот эти атомайзеры, флорайку, они стоят в самом начале моей коллекции. То есть в первом ряду. И их удобно закинуть в сумочку. Поэтому, кто знает, может быть, я буду часто этим пользоваться. Но вот сейчас как-то это очень странно. Странный, плотный, пряный аромат. И при этом я бы даже сказала, что мужской. Не знаю, непонятно мне. Какой-то такой даже цитрусовый. То есть это вот абсолютно не то, что я люблю обычно. Но тогда мне хотелось вот чего-то такого. Мне хотелось чего-то, видимо, несвойственного для меня обычно. В общем, Between the Trees я им, правда, часто пользовалась летом. А теперь про такие вот мои прям... Нет, ладно, давайте про один аромат, который я тоже... Я не очень его люблю, честно. Хотя у меня здесь уже почти ничего не осталось. И тоже я не могла вспомнить вообще, чем я пользовалась, что любила. Потому что вы меня знаете. Мне достаточно один раз чем-то брызнуться. И потом мне будет казаться, что я этим вообще всю жизнь звучала. Джо Малон, What's Age the Salt. Да, очень такой популярный аромат. Это тот аромат, который чаще всего ассоциируется с брендом Джо Малон. Это тот аромат, который есть, мне кажется, абсолютно у всех фанатов бренда. Да, у тех, кто пошел, например, там в магазин выбрать свой первый какой-то селективный аромат. И вот посоветовали именно вот с H.C. Salt. Что у нас здесь? Этому аромату много лет он у меня появился, когда я училась, наверное, в курсе, может быть, на втором зимой. Он у меня появился зимой и пользовалась я им потом зимой. То есть для меня это был зимний аромат. Этим летом я подумала, что надо это исправить. И он откровенно летний. Да, у меня вообще есть такой прикол, что если у меня появляется что-то зимой, да, или весной, то я потом этим пользуюсь в этот сон. То есть у меня это как-то так вот запоминается, что вот я этим должна пахнуть вот тогда-то. То есть так пах мой, ну, может быть, не Новый год, но январские праздники, когда еще, знаете, деревья казались большими. Ну, то есть классный, классный аромат, но я им сейчас совершенно не пользуюсь. Отставила его подальше. При этом здесь вообще практически ничего не осталось, учитывая то, как он нестойкий, учитывая то, как он легкий. Вот им можно вообще, мне кажется, за неделю вот этот флакончик можно закончить. Но у меня такой цели нет. Я вообще не стремлюсь, да, поскорее закончить свои ароматы. Он странный, соленый, немножечко, да, такой вот древесный, но странный аромат, честно. И учитывая то, что он нестойкий, у меня сейчас есть такое непреодолимое желание брызнуться им, но я не буду, потому что я знаю, что потом я буду страдать и, в общем, буду задыхаться. Хотя, может быть, он быстро выветрится. Короче, в жару я им поливалась, писала про это в Телеграме, а в Масполе мне даже казалось, что это классно. Если вы хотите познакомиться с брендом Джо Малон, я по-прежнему настаиваю, чтобы вы послушали интенсивную линейку. Но если нет, то да, наверное, это вот тот аромат, с которым можно познакомиться в первую очередь, потому что он, конечно, максимально беспроигрышный, при этом вот он деловой. То есть это не попса, это не звучит как попса, это не какие-то вот удушливые цветы. Это реально классный аромат. Вот Джо Малон есть на рандеву, поэтому можете заказать там своим промокодом. Ну, прикольный, прикольный, но странный. Вот эти флакончики у Джо Малон я очень люблю. По 30 мл. их удобно брать с собой. Они достаточно быстро заканчиваются, в том плане, что они не будут вас преследовать потом всю жизнь. Такой флакон реально закончить я заканчиваю. Значит, молекула, молекула. Я люблю и 0,1 с Ирисом, вы это знаете, но 0,2 с Центрик этим летом, это просто было мое спасение. У меня случился и парфюмерный запой, и я вот не помню, брала ли я с собой в Петербург. Этот аромат может быть даже нет, что зря, потому что я бы им там точно поливалась. Это одно из моих парфюмерных я, с одной стороны. С другой стороны, все-таки хочется, чтобы парфюмерное я это было что-то либо уникальное, либо что-то более, возможно, такое характерное все-таки, потому что 0,2 молекула из Центрик, это вот просто запах меня, моего тела, хотя я его на себе достаточно ярко слышу, и другие тоже его ярко слышат. Люблю круглый год. Это такая моя парфюмерная база. Про парфюмерную базу мы поговорим в отдельном видео, но это вот очень крутой аромат. У меня флакончик 30 миллилитров. Однозначно буду брать сотку, хотя, хотя, честно говоря, этому флакону уже год, и он у меня до сих пор не закончился, хотя я ему просто поливаюсь. И вот у меня соточка 0,1 Сириса молекула, ее неудобно брать с собой. А этого малыша можно вообще хоть в карман положить, или там в рюкзак, в сумку, куда угодно. Возможно, я возьму себе все-таки 30-ку, когда буду повторять, потому что вот это, вот это я люблю. Правда, это вот мой такой аромат. Я когда всегда, знаете, я его и вечером носила, и утром носила, и в офис носила, и на какие-то мероприятия тоже супер, вообще очень классный, и летом я тоже этот аромат любила, и люблю до сих пор, и осенью тоже, и зимой, и весной. Короче, это такая вот моя парфюмерная база. 0,1 Сириса мне принесла, потому что как-то ей вот я пользовалась реже. И вообще это не значит, что я пользовалась только этими ароматами, это именно те ароматы, которыми я пользовалась чаще всего. Дальше. У нас туфелька от Каролины Эреры. Ох уж это туфелька! Так, стоило мне ее купить, стоило мне влюбиться, стоило мне записать ролик, как вы тут же стали мне писать, что Полина где-то была раньше. Это вообще, это просто потрясающий аромат. Да, так и есть. А у меня еще есть со сгущенкой, да, которая градиентная, но ей я пользовалась все же реже, именно летом, потому что аромат поплотнее. Здесь полегче. Очень простая пирамида, жасмин, ветивер, лесные ягоды. Я слышу лесные ягоды. И вот такую, знаете, какую-то резкую, немножко одеколонистую нотку, немножечко мужскую, которая не дает этим лесным ягодам как-то некрасиво и вот дешево звучать, и как-то замыливаться. И как раз-таки вот эта нота, это ветивер. То есть такой, скажем так, пикантный нюанс. Потрясающий аромат. Я вам про это уже рассказывала, надо было ими подушиться. Пользовалась прям в жару. Вот когда была адовая жаришка в Москве, я делала один пшик, и мне казалось, что так даже легче вообще дышать, существовать. Очень красивый шлейф, и меня все спрашивали, чем ты пахнешь? Потому что, ну, такой аромат, он, видимо, не очень популярный, потому что всем обычно нравится классическая туфелька, да, не очень популярный. Я его ни на ком, по сути, не встречала, кроме моей подружки, да, которая меня с ним и познакомила. Вот. Что, кстати, спасибо ей большое. Было достаточно неожиданным для меня, потому что у нас с ним абсолютно разный парфюмерный вкус. Ну вот. Так что я вам по-прежнему рекомендую эту туфельку, даже по-прежнему рекомендую познакомиться со всеми этими туфельками, потому что они все классные. У меня еще есть градиентная, классическую я подарила, и очень хочу послушать туфельку с вишней. Вот. Так что тоже этим пользовалась, но больше, наверное, все-таки в августе. Вот. Она у меня появилась в августе, как-то больше я ей пользовалась в августе тоже. Теперь осталось, знаете что, остались самые любимые ароматы. Наверное, про них я расскажу вместе, потому что это тоже моя парфюмерная база, это моя большая парфюмерная любовь. Интересный факт, 1 июня, мне кажется, я выставила в Телеграме пост про то, что вот я пользовалась Сандал 33. И вчера я тоже выставила пост про то, что вот любимый аромат Сандал 33. То есть, ну как бы, да, немножко округлим, как бы, 1 июня, да, и вот, 1 сентября. Хотя еще, сколько там дети гуляют, неделю или больше. Что я могу сказать? Это абсолютно вышло солнышко, не может быть! Вы можете себе представить, мы начали говорить про Сандал 33, один из моих самых любимых ароматов, и вышло солнце. Я все это время писала без солнца, и вот, пожалуйста, солнышко, обожаю, обожаю. Сандал 33 это моя большая парфюмерная любовь, аромат, который не похож ни на что, аромат, который некоторые принимают за вот зеленушку, укропчик, лучок, окрошку, вообще что угодно, овощной салат. Я здесь это не слышу. Кто-то говорит, что пахнет, как кожаный ремень. Я тоже здесь это не слышу, хотя вроде бы я понимаю, да, что это может так пахнуть, но я здесь слышу что-то свое. Я уже говорила, что я представляю здесь атмосферу Нью-Йорка. Кстати, у меня на влоге сейчас написано Нью-Йорк. Это влог из Нью-Йорка. Но я не была в Нью-Йорке. В общем, моя большая мечта Нью-Йорк, атмосфера, знаете, вот сериалов 90-х, атмосфера такая вот как в сериале Скэри Брэдшоу, может быть, немножко сплетниц, в общем, что-то вот такое. Обожаю я этот аромат. Он пахнет так, как надо. Он стойкий, он шлейфовый. Нужен один пшик, и все, этот аромат будет со мной на протяжении нескольких дней. Это же суперклассно. Обожаю, мне очень нравится флакончик. Единственное, я грущу, потому что здесь нет моего имени. Я даже думаю, может быть, как-то сюда красиво подписать, например, черным пломастером или ручкой для Полины, что-нибудь такое. Обожаю, пользуюсь тоже круглый год. Нравится мне и в жару, и не в жару. Ну, конечно, может быть, прям вот если какой-то супертропический климат, может быть, это не его время, хотя, кто знает, я не пробовала. Обожаю. То есть, я повторюсь, я здесь слышу что-то свое, надо было им грызнуть. Зачем я грызнула за это, я не помню. Ладно. Ой, вот знаете, пахнет так, как надо. Вот пахнет так, как я хочу пахнуть всегда. Вот. Я бы так и пахла всегда, если бы не случилось что-то, видимо, в атмосфере и мне немножечко так снесло крышу от любви. Ладно, я шучу. И я прям запойно носила Tom Ford Lost Cherry. Вот прям запойно каждый день я носила Tom Ford Lost Cherry и я кайфовала. Вот серьезно. Это не самый стойкий аромат. Это один из самых дорогих ароматов моей коллекции. с точки зрения даже, знаете, ну, понятно, что в принципе того, сколько он стоит и если, например, вот даже сравнивать, они стоят примерно одинаково, но здесь нужен один пшик, да, и аромат будет со мной там 2-3 дня. А здесь я делаю, образно говоря, наверное, по 20 пшиков за день и понятно, что он закончится быстрее. Но это самая красивая вишня. Про новую вишню Ford'а мы поговорим в следующем видео. И про мои вишневые ароматы мы тоже поговорим. Ой. Это любовь, да, и я так пахла фактически весь август. Вот, ну, весь вот конец августа я звучала именно так. И тоже это вот, пожалуйста, моя парфюмерная я, хотя все-таки, наверное, нет. Все-таки это настолько популярный аромат, и я знаю, что он популярный, я знаю, что он у многих есть. И, ну, не такой я фанат вишни, да, чтобы вот именно моя душа пахла вот так. Но, вот, пахнет, наверное, душа все-таки вот так, но вот это тоже вот, вот, вот куда-то вот сюда поближе к сердцу. Вот, потрясающий аромат Fortwell Cherry и он очень классно раскрывается в жару, какой-нибудь, знаете, вот такой летний жаркий вечер, но хотя бы, чтобы чуть-чуть было воздуха, то есть у нас были дни, когда вообще воздуха не было, дышать было нечем, когда вот такой легкий, прохладный летний ветерок и при этом какой-нибудь июльский вечер, это прям вот очень-очень красиво. Так что обожаю. Оставлю в инфобоксе ссылки на все ароматы. Обязательно пользуйтесь моим промокодом 10 поля. Я вас очень люблю, целую, обнимаю. У нас впереди много классных, интересных роликов, мы обсудим и мои новинки от Tom Ford, мы обсудим мою коллекцию Tom Ford, обсудим мои любимые вишневые ароматы. Обязательно будет ролик вопрос-ответ, потому что я вам его уже обещаю тысячу лет, поэтому если вдруг в телеграме Алмаз Поле вы все еще не написали свой вопрос, вы можете оставить его здесь в комментариях. Мы с вами обсудим ароматы, косметику, если у вас есть какие-то вопросы по поводу, знаете, не очень личные, все-таки, потому что блог про парфюм, но тем не менее, если может быть у вас какие-то есть вопросы по поводу дружбы, отношений, знаете, что я думаю или как я бы сделала, то вы можете оставить эти вопросы в комментариях, я с удовольствием на них отвечу. С вами была я, Поля Полянская, до новых парфюмерно-косметических встреч, пока!